Здравствуйте, я Светлана Керимова, и я счастлива вас приветствовать на нашем любимом образовательном женском канале Woman Insight. Сегодня в этом выпуске вас ждет чек-лист, как развивать отношения долгие годы. 13 важнейших шагов, как поддерживать и развивать притяжение долгие годы в паре. С вас прямо сейчас подписка и лайк, и мы начинаем. Я сейчас работаю над усовершенствованием программы курса «Притяжение.Он», моего любимого продукта про отношения, лучшего курса про отношения для женщин. И пересматривая весь курс, я дошла до последнего занятия, когда я его посмотрела и увидела, насколько это полезные 13 шагов, которые может осознать, поддерживать, делать каждая женщина. Я делюсь с вами финальным занятием на курсе «Притяжение.Он». То, что получали наши тысячи студенток, когда они заканчивали проходить курс, и это были мои напутственные слова. Что им делать долгие годы для того, чтобы притяжение становилось все мощнее с годами, а не умирало вместе со страстью. Я подумала, что вам будет очень полезно просто увидеть эти 13 шагов и, возможно, применить сразу, как только вы посмотрите это видео. Я буду ждать вашу обратную связь в комментариях, что было полезно вам в этом выпуске. Приятного погружения в курс «Притяжение.Он». Я сейчас пройдусь по всем занятиям, по всем инструментам. Вы выпишите себе, что делать регулярно, постоянно, что делать продолжать. Пронумеруйте себе все шаги. Моя команда Women's Side, которая, я думаю, вы очень благодарны за всю заботу, которую они вам оказывают, подготовила вам чек-лист, как развивать, как сохранять притяжение долгие годы. Вы сможете по этому чек-листу работать заново, снова и снова, каждые два месяца повторять для себя курс «Притяжение.Он». Итак, поехали. Первое. Это был наш с вами кодекс чести. Что я хочу, чтобы вы записали себе как постоянную практику на ближайший год? Это быть честной. Честной быть с собой и не брать по мелочам своему мужчине и вообще людям. Вы помните, что в кодексе чести я донесла для вас очень важную вещь, что ложь она накапливает, ложь она блокирует. И ложь блокирует вашу горловую чакру. Это центр правды и блокирует ее ложь. А это значит, что тут находится счастье и тут находится реализация. Вы не будете в жизни чувствовать реализацию максимальную своего потенциала, если будете врать. Это мы возьмем точно из нашего нулевого занятия «Кодекс чести сообщества». И следующее правило, кроме не врать, это не жаловаться, не критиковать, не обижаться. Девочки, это вам практика на всю жизнь. Это невероятно сложно. Не врать, не жаловаться, не критиковать, не обижаться. Попробуйте из этого сделать себе тренировку своего духовного развития, своей души. Это тренировка для вашего духовного развития на каждый день. Не врать, не жаловаться, не критиковать, не обижаться. Это не просто слова. Просто попробуйте написать себе где-то в телефоне, например, заставку сделать и смотреть на это и практиковать это каждый день. Вы очень удивитесь, когда еще через 108 дней или еще через 108 дней, когда через год вы станете совершенно другим человеком, изменится ваша точка зрения, вы будете притягивать совершенно другие вещи в свою жизнь. Это был секрет очень успешных людей, и он с вами остается надолго после курса. Итак, следующее. У нас было первое занятие, называется «Три секрета притяжения». Там мы с вами рассмотрели, что такое отношение, и это обмен взаимодействиями. И у нас были 7 уровней взаимодействий, и вот такая была у нас картинка, что кто кому дает. Что я предлагаю вам сделать? Каждый месяц, впишите это прямо сейчас, первого числа каждого месяца, вы открываете для себя эту технологию, и смотрите, где у вас на сегодняшний день за месяц были блоки, где вы с партнером что друг другу не додавали. Таким образом, вы будете напоминать себе, что вы, какие действия с любовью, безусловно, не ожидая ничего взамен, делаете вы, и делаете ли вы их. И вы посмотрите, где вы что недополучаете от партнеров, и что могло вызвать в вас какое-то недовольство. Что нужно с этим сделать? Выбрать одно узкое место, самое слабое, где больше всего расстройства и меньше всего радости. Выделить его и написать сразу план на следующий месяц, как вы будете наполнять эту область и восстанавливать там обмен. Это бесконечный процесс. Итого у вас будет за год 12 месяцев. И 12 раз вы делаете диагностику отношений, постоянно будете находить новые узкие места и постоянно создавать план, какие-то действия с вашей стороны, которыми вы можете постоянно развивать отношения. Вы помните, что вы — это поток энергии, сверху вниз, снизу вверх идёт поток. И вот это взаимодействие, вот этот обмен, он делает, когда нет блоков, в ваших отношениях как будто есть поток энергии, есть кайф. Как только где-то образовался затор, где-то образовался камешек, ваши отношения начинают как будто давить. И поэтому, чтобы не допускать проблем, не делать диагностику отношений тогда, когда проблемы уже есть, не от девочки, а просто выработать себе привычку. Каждый месяц первого числа смотреть, что можно улучшить и писать себе план, буквально 2-3 каких-то действия, которые вы сделаете. А ещё сделаете вы, а ещё вы можете попросить своего партнёра поговорить о том, что какие у тебя планы на месяц. У меня вот такие. Какие у тебя планы на месяц? Что самое важное? С чем я могу тебе помочь в этом месяце? А мог бы ты мне помочь вот в этом? Попросите от него какое-то действие, которое нужно вам для того, чтобы в отношениях был в момент взаимодействия из того проработки того узкого места, которое вы определили. Как вам? Понимаете? Это не просто курс, это инструмент на всю жизнь. Следующее у вас задание было, это диагностика три кита. Вам очень важно пользоваться этой диагностикой, когда всё плохо. Бывают, блин, такие ситуации, когда тебе кажется, что всё рушится, всё плохо, нет притяжения, нет удовлетворения. Есть какое-то падение. Падение есть у всех. Особенно у нас, девочек, падение отмечается в полнолуние, новолуние. Эмоциональные качели это когда менструация или ПМС у нас. Это бывает, когда вы сбились с режима дисциплины тела и не доспали, переспали, не доели, переели. То есть, что-то выбивает. Так, падают все, и это нормально. Самое главное, чтобы у вас был инструмент, как подниматься. Этим инструментом для вас может стать наша диагностика три кита. Возьмите эту анкету для себя, сохраните на свой компьютер или распечатайте. И возьмите себе привычку. Каждый раз, когда вы чувствуете неудовлетворенность в отношениях либо в своей жизни, вы берете диагностику три кита и заполняете ее заново. Да, мой дневник, моя книга жизни похожа на бред сумасшедший. Я каждый раз, когда мне нужно очистить экран, протереть стекла, что-то осознать, прийти в себя и понять, что происходит, я каждый раз заполняю одни и те же, отвечаю на одни и те же вопросы, заполняю диагностику. Представляете? Но зато мне это дает возможность, не знаю, как терапия. Фактически я сама себе психолог, поэтому то, что вам нужно сделать, это заполнять диагностику три кита, когда вы чувствуете, что что-то не так. Она поможет вам сфокусироваться, протереть ясность. И, конечно, очень было бы прикольно, особенно после кодекса чести, дать эту диагностику, запомнить своему мужчине. Только запомните, мужчина больше, чем раз в год отвечать на эти вопросы не будет. Поэтому можете написать еще одну прекрасную традицию, инструмент. Это раз в год вести традицию, когда вы оба заполняете диагностику три кита и обмениваетесь этими анкетами. Итак, следующее, что точно нужно вписать в себе в программу развития на год. Это каждое полнолуние ритуал царится. Каждое полнолуние делать какую-то чистку. Я не говорю вам выбрасывать вещи, рвать там и так далее. Вы помните, что смысл этого ритуала не в уборке дома, а смысл этого ритуала выйти из своих берегов, сойти с ума, включить шаманскую музыку, включить свечи, зажечь траву, все задымить, очистить энергетику и выпустить. Выпустить всю обиду, все, что у вас накопилось, когда вы хотели жаловаться, критиковать, обижаться, простить себя за все, кричать, танцевать, как сумасшедшая, почувствовать себя живой, бить, ломать, крушить, дышать, петь, танцевать, сжечь, поливать все святой водой, мыть полы, устраивать себе дома обязательно нужно тотальную чистку. Поймите это. Это ритуал, который использовали веками женщины. Женщины веками делали ритуал очищения в полнолунии. И вынесите прямо сейчас в свое расписание на год все полнолуния на каждый месяц. У меня это есть. В моем календаре полнолуния отмечена на год вперед. И я знаю, что в этот день иногда я пойду в баню с вениками так, чтобы из меня дурь все выбили, а потом в холодную прорубь, чтобы меня трясло, и я пятнами вся покрывалась. И я буду время парки, пока меня бьют вениками, молиться, просить очищения, просить прощения, просить благословения. Один раз я сделаю ритуал дома и буду все крушить, ломать, выбрасывать, мыть полы, заговаривать, все выносить и так далее. Разнообразьте свою жизнь, но ритуал полнолуния это неотъемлемая часть нашей с вами программы, потому что не можете вы быть женщиной-притяжением, женщиной-магнитом, чувствовать себя просто невероятно уверенной в своей силе ведьмой, если у вас есть заблокированные эмоции, вы не можете кричать, вы не можете продышаться, вы не можете протанцеваться, вы не можете пропеться, вы не можете чувствовать себя женщиной-богиней, если в вашем доме бардак, поэтому я раз в месяц делаю чистку своего гардероба, расставляю все красивенько, все лишнее выбрасываю, у меня все чистенько, пусто, а потом весь месяц я это аккуратно поддерживаю. Мне нравится такой ритуал, запланируйте себе на каждое полнолуние. Так, следующее правило, следующий шаг в технологии, в той же последовательности, в которой я это сейчас говорю, это ритуалы на новолуние. Новолуние запланируйте тоже себе на 12, месяцев сел новолуние в своем календаре, и что я делаю на новолуние? Я уединяюсь. Это день уединения, когда нет никого, кроме меня. Это день, когда я наслаждаюсь собой, своим телом, вкусным, чем-то и красивым, а еще я пишу свою книгу жизни. Каждое новолуние вы читаете ту стратегию сексуальной жизни, ту стратегию своей жизни, читаете свою книгу жизни, свои мечты, вновь влюбляетесь в это, вновь возбуждаетесь, плачете, верите, просите высшие силы благословения, чтобы эти все мечты ваши сбылись, а дальше пересматривайте. Окей, а что я сделаю в следующем месяце для того, чтобы сделать хоть один шаг в своей мечте? вам нужно каждое полнолуние пересматривать свою карту, потому что если вы не знаете, куда вы идете, вы очень удивитесь, когда придете не туда. Ваш новый ритуал, новолуние, это создание стратегии своей жизни. Итак, следующий инструмент, который точно, неотъемлемая часть технологии, которую вы получили, это работа с установками. Смотрите, что я делаю. Я каждый день, подводя итоги дня, перед сном, перед своей вечерней молитвой, открываю блокнот и вспоминаю, что в этот день меня радовало. И пишу благодарности тому, что сегодня было круто. А еще каждый день, вечером. Я пишу, что меня сегодня выбивало, лишало ресурсного состояния, расстраивало, какие у меня сегодня претензии были к моему партнеру. И пытаюсь в этом найти установки, деструктивные, ограничивающие убеждения, размышляю, почему меня это бесит, почему я расстроилась, почему я обиделась, почему у меня было желание жаловаться, почему я захотела критиковать, что на самом деле не так, чего я на самом деле хочу, почему я расстроилась из-за этого. Я разговариваю с собой, как самым лучшим психологом, нахожу установки и делаю выводы, анализирую и пытаюсь себя понять. Это работа на всю жизнь, это не закончится никогда. И это ваш ритуал на каждый день. Если в течение дня что-то происходит, что выбивает вас из состояния радости, что не свойственно женщине магниту, женщине царице, сядьте, выпишите, почему вы это испытываете и замените это на другую точку зрения. Подумайте, как можно из этого извлечь возможность. Посмотрите, как вы могли бы изменить свои мысли. Следующий блок, когда мы с вами после того, как поработали над притяжением на уровне разума, убрали все то, что отталкивает на уровне разума, наши мысли, которые разрушают притяжение. А потом мы с вами создавали все то, что притягивает возможности притяжения или развивает ваши отношения именно в этом первом котле. Что дальше? Мы перешли с вами на уровень притяжения душа в душу. Я не буду сейчас повторять все практики, но я вам напоминаю, вам нужно каждый день молиться за своего мужа. Это должно стать вашей неотъемлемой привычкой. Вы можете зубы не чистить, но молитву, медитацию, которая будет давать духовное развитие вашим отношениям, делать обязательно. Девочки, я умоляю вас, выберите себе утро, выберите себе вечер, делайте это тогда, когда у вас больше ресурса и потока, но делайте, молитву или одну из этих практик, которые вы получили каждый день. Каждый день на протяжении месяца, каждый день на протяжении этого года, а еще поймите, когда-нибудь, там через 20 лет, вы будете вспоминать меня, которая вам сейчас это говорит, а еще вы будете вспоминать себя и благодарить за то, что вы каждый день делали свой духовный труд. Это большой духовный труд, это большая аскеза, дисциплина, как тело, каждый день час телу, точно так, каждый день час душе. Вам очень важно в молитве наполнять своего мужа, очищать, вам очень важно использовать хопонапона или наполнять светом себя, заземляться, медитация и благодарность. Вы можете это разложить просто на каждый день и делать, чередовать, чередовать, использовать каждый день новую практику, но обязательно приучить себя это делать. Это должно стать неотъемлемой частью. Именно это даст вам постоянный сумасшедший магнит на уровне притяжения душа в душу. Вы понимаете? Это на каждый день, на всю жизнь. Следующий очень важный момент это для притяжения тела к телу, это для того, чтобы вы были долго молодой здоровой женщиной со здоровой гормональной системой и сумасшедшей сексуальной энергетикой. Секрет древней китайской философии науки дао. Каждый день, каждый человек, и ты, и твой мужчина должны почувствовать возбуждение. Возбуждение это прилив тепла, крови, энергии в область малого таза. Прилив крови и возбуждения в область нижнего котла, почувствовать, как омываются ваши основания теплой кровью, как вы чувствуете возбуждение, а потом это все как теплым медом размазываете по себе и по своему партнеру. Девочки, это навсегда. Возбуждение каждый день, у вас было занятие с Людмилой, все упражнения с антимными мышцами. Конечно, я уверена, что многие из вас поставили себе следующей планкой, это высший уровень, это наша программа секс-фитнес, я с нее начинала больше 15 лет назад, потом 12 лет назад с нее началась наша компания, я знаю, что это элитарные навыки. Закончив, получив всю технологию секс-фитнеса, вы будете себя чувствовать совершенно вне конкуренции, потому что это умеют единицы, это разрывает мозг мужчинам, я вам хочу сказать, что это очень дорого, долго, это труд, но поверьте мне, вы будете чувствовать себя невероятной, невероятно уверенной, здоровой и, конечно же, наслаждающейся. Мы переходим с вами к нашему третьему блоку, это притяжение тела к телу. Что вам нужно взять как технологию использовать постоянно, каждый день? Вам нужно хотя бы раз в 40 дней пересматривать свой образ, раз в 40 дней что-то в себе менять, так, чтобы вы сами зажглись от этого. Вы замечали взгляды мужчин, а самое главное, каждый самец, каждые 40 дней, он как будто интуитивно ищет новую самку для оплодотворения. Будьте той новой самкой для своего мужчины и каждые 40 дней в себе что-то меняйте. Прямо запланируйте это в своем календаре, посчитайте каждые 40 дней, фактически это на самом деле каждый месяц придумывать себе что-то новое в образе. Например, заплести косички, расплести косички, хвостики, гульки, либо купить себе новый шарф. Даже маленькими средствами можно что-то в себе менять. А самое крутое это макияж. Макияж для женщины это мейкап вообще, это боевой раскрас. И он нужен был раньше на войне мужчинам для устрашения врага. Знаете, они раскрашивали и шли на бой. Менять себя каждые 40 дней можно с помощью мейкапа. сделать брови светлее, темнее, глаза навести, подвести, только реснички. Попробуйте. Есть курсы по макияжу, есть столько блогеров крутых в ютубе, которые учат делать мейкап. Постарайтесь каждые 40 дней что-то в себе менять. Тот вид, в котором вы ходите дома, тот вид, в котором вы ходите в люди, стиль меняете каждые 40 дней, новую штуку какую-то себе покупаете каждые 40 дней. Попробуйте это запланировать, чтобы вы не забыли. Я не смогу вам напоминать об этом постоянно, но план внести прямо сейчас вы это можете. Следующее из этого блока, что оно должно выйти в привычку, это следить за своим здоровьем. Вы помните, у вас были ловушки физиологии, был вопрос по гормонам, поэтому запланируйте прямо сейчас себе раз в год или раз в полгода проходить консультацию гинеколога, проходить консультацию возможно эндокринолога, сдавать анализ. Потому что если у вас разбалансировка гормональная, вы не понимаете, что с вами происходит, что вас рвет на части и анкета диагностика три кита вам здесь не поможет. Здоровье это фундамент и основа всего и оно больше всего нам мешает чувствовать радость, потому что если нет здоровья, ничего не будет радовать. Здесь очень важно, чтобы вы запланировали себе питание, которое мы обсуждали на нашем курсе, питание, которое может поддержать сексуальную функцию, поддержать ваше либидо, кормить себя и своего мужчину правильно, спать дисциплинированно не меньше семи часов, каждый день ложиться в одно и то же время, вставать в одно и то же время, спорт каждый день, питание, которое способствует сексуальной энергии. Это все не просто красивые слова, это не все не просто для секса с партнером, а это нужно для вашего здоровья и молодости, потому что сексуальная энергия, здоровый гормональный фон, питание, которое стимулирует сексуальную энергию, режим жизни, да, то есть режим сна и спорта это все то, что поможет вам быть долго молодой, красивой и наполненной женщиной, понимаете? Это все не шуточки, это нужно для долгой жизни и вашего здоровья. Ну и, конечно, не забывайте делать циклы семи свиданий по кругу, прошли семь тем свиданий ваших с вашим партнером или с новым мужчином и начинаете сначала на свидание по этим сценариям либо возьмите и пишите свои сценарии в своей книге жизни, придумывайте новый сценарий какого-то убойного вечера, как вы хотите его провести раз в неделю, планируйте, делайте именно сценарий, подготовку и не забывайте разнообразить вашу семейную жизнь, так, чтобы было интересно и вам и вашему партнеру и самая главная цель это переживать новые эмоции, раскрывать новые грани, чувствовать, чувствовать, все больше и больше чувствовать, ощущать, что-то переживать, чтобы не было ощущения, что у вас не жизнь, а день сурка. Итак, мы заканчиваем с вами, здесь у нас было с вами несколько занятий по поводу притяжения на уровне эфира, да, или уровня свободы. Помните, я очень вас просила запомнить, чтобы притягиваться, нужно растягиваться. Для вас очень важно сохранять свое я, не растворяться в партнере, поэтому задавайте себе вопрос, что я хочу каждый день. Когда вы что-то думаете о чем-то, вам не важно, что об этом думают другие, самое главное, помните, если я об этом думаю, если я так решила, это святое, если этого хочу я, значит, этого хочет Бог. Тренируйте в себе вот эту целостность, вы целая, весь мир это вы, мужчина это всего лишь одна седьмая вашей счастливой жизни, дети это всего лишь одна седьмая вашей счастливой жизни, дом это всего лишь одна седьмая вашей счастливой жизни, есть вы, и у вас есть семь областей жизни, и оттягивайтесь от них, оттягивайтесь и спрашивайте себя, чего я хочу, планируйте свою жизнь, улучшайте свою жизнь и выстраивайте успех, который будет в итоге притягивать. Это постоянная работа, девочки, я делаю то же самое, я постоянно хочу залипнуть и раствориться в своем партнере, я хочу заполнить им все свое пространство, но в итоге я теряю притяжение, в итоге мой партнер бежит от меня, он оттягивается от меня, потому что ощущение, как будто я на него давлю. В нас с вами слишком много энергии, слишком много мыслей, любви, всего, и когда мы все это концентрируем на одном человеке, либо на детях, мы фактически их разрушаем. Помните это, дорогие мои, помните, что есть ваша жизнь, и вы планируете время вместе, обмен с партнером, но вы большую часть времени планируете свою жизнь. Нет никого, есть только ты. Ты пришла одна и уйдешь одна, и с ним или без него ты должна быть счастлива. Я кричу вам об этом в конце нашего курса, потому что я знаю, как сложно женщине, особенно когда она влюбляется, или особенно когда она растворяется, а это нормально, мы растворяемся, вытягивать себя обратно в свою жизнь. Имейте свои мечты, свои цели, свои планы и спрашивайте себя, а чего я хочу или что я об этом думаю. Ну и, конечно, в итоге я хотела вам напомнить, кодекс чести должен быть у каждой пары. Как у каждого государства есть конституция, как у каждого бизнеса есть какие-то правила и принципы, тоже своя конституция и традиции. И у каждой семьи должен быть свой кодекс чести или там свой какой-то контракт, назовите это как хотите. В отношениях, как и в духовном развитии, как и в физическом развитии, должны быть аскезы. Аскезы — это как постограничение правила барьеры. Это неотъемлемая часть счастливой жизни. Вы знаете, что когда вы преодолеваете барьеры или и когда вы имеете какие-то аскезы и вы соблюдаете их, вы имеете столько счастья и гордости за себя, что невозможно это ничем заменить. Поэтому да, в каждых отношениях есть какие-то договорённости, какие-то аскезы, которые вам придётся соблюдать для того, чтобы в вашей паре был духовный рост. Аскеза и пост ведёт к духовному росту. Поэтому все, кто сейчас только создаёт новые отношения, вы, конечно, не спешите. Кодекс создаётся тогда, когда вы оба решили, что вы партнёры, идёте по этой жизни вместе. Поэтому спросите у своего мужчины. Скажи, пожалуйста, мы партнёры, мы идём по этой жизни вместе? Если да, то нам нужно договориться. Вы помните, что доверие — это ожидания, оговоренные ожидания, понятные ожидания, простые ожидания. Их должно быть всего лишь один, два, три, что-то, что действительно важно и для вас, что делает вас счастливой в отношениях. И у нас в семье есть традиция. У меня есть мой день рождения, когда я уезжаю одна, куда-нибудь отдыхать, либо просто снимаю номер в любимом отеле, прячусь от всего мира и пишу свою книгу жизни, и смотрю, куда я иду. Какие у меня собственные правила и кодекс чести. У нас есть традиция на день рождения моего любимого. Мы уезжаем вместе, потому что ему без меня как-то не кайф. Но у него есть сутки, он наедине с собой пишет свои мечты, цели, свой собственный кодекс чести и правила для себя. И у нас есть совместный праздник — это день рождения наших отношений, годовщина наших отношений, когда мы садимся и обновляем наш кодекс. Мы ещё раз говорим друг другу, о чём мы мечтаем. Мы ещё раз обсуждаем, не знаю, 100 главных целей, которые у вас есть в жизни, у каждого. А потом мы договариваемся, что каждый из вас хочет попросить для того, чтобы помочь друг другу прийти к этим целям и реализовать эти мечты. И мы договариваемся, добавляем какие-то пункты, правила, оговариваем то, что я бы хотела попросить тебя любимой. Любимая, я прошу тебя. И мы прописываем, обновляем, ещё раз проговариваем все ожидания и наш кодекс чести. В принципе, всё. Я закончила. Я думаю, что все эти правила, которые вы получите в чек-листе, вам помогут не сбиваться с выбранного курса и с выбранного пути. Успокойтесь. Теперь распланируйте делание. Поставьте себе на год все свои правила собственные. поставьте всё в этот график, то, что мы сегодня, например, обсудили. И дальше просто делайте. Перестаньте думать. Просто делайте постоянно, регулярно, протирая зеркало, приходя немножко в себя, умея анализировать, делая практики. Вот всё, что я только что сказала, если вы разнесёте сразу в план на год, вам это поможет выйти через год на такой уровень притяжения ваших отношений, о котором вы только мечтаете в своей книге жизни. Но помните, у нас есть большое женское сообщество Women Insight. Оно создано было, чтобы вы после выпуска с курса притяжения попадали в правильное окружение и получали поддержку капелька за капелькой, каждый день ресурсное состояние. Медитации, вечера кайфушниц, новые какие-то темы, новые данные, новые эксперты. Мы в сообществе каждый день поддерживаем ваше ресурсное состояние, чтобы вы не оставались наедине со своими проблемами и чувствовали, что у вас есть подруги и поддержка сообщества со всего мира. Я благодарю вас за ваше доверие. А ещё я хочу вас очень попросить, если вы действительно получили результат, если вы действительно понимаете, что, боже, как без этого живут женщины, почему я этого раньше не знала, помогите. У нас в команде есть цель. Через 11 лет мы хотим выпустить 1 миллион женщин, которые получили базовое сексуальное образование. и вы можете стать нашими единомышленниками, нашей командой, которая поможет нам эту цель достичь. То, что нужно вам сделать для этого, это рассказывать о нас. Делиться, не жадничайте. Делитесь от избытка. Вы получили, сделайте так, чтобы получил ещё кто-то. Поверьте, если вокруг вас будет больше счастливых женщин, если вы считаете, что я дала то, что должна знать каждая женщина, поделитесь с нами, делитесь с нами регулярно, станьте амбассадорами нашего бренда и курса притяжения. Я буду вам очень благодарна за все ваши сторис, посты и рекомендации. До новых встреч и помните, что это только начало. Ну вот и подошёл к концу наш выпуск. Поговорите об этом со мной. Поговорите со мной про отношения. В комментариях буду ждать ваши осознания, вопросы. Какие темы вы хотите со мной рассматривать в ближайшие месяцы? Ну и, конечно, я хочу вас пригласить. Стать студенткой на курсе для шикарных женщин, курсе притяжения он. В течение нескольких месяцев под моим наставничеством мы пройдём с вами три уровня притяжения. Притяжение на уровне тела, притяжение на уровне души, притяжение на уровне разума. Вы поймёте, как привлечь партнёра, как развивать отношения, как переводить отношения с уровня на уровень, ну и, конечно, как растопить огонь страсти в долгих отношениях. Я буду счастлива, если вы получите сексуальное образование вместе с Woman Insight. Ссылку на курс притяжения он я оставлю для вас в описании. Срочно переходите, регистрируйтесь. Потому что мы скоро начинаем.